всем добрый день идет проверка сигнала как меня слышно спасибо это хорошо что она идет картинка есть а звук есть или мы будем изображать из себя немой кино отлично ладно дожидаемся как это час и че и потом приступим к основной части марлизонского балета попробую настроить одну секундочку слышно меня нормально сейчас я попробую проверить настройки потому что это для меня первый раз возможно что-то все надо будет поднастроить всем всем привет так у меня стоит на максимум поэтому больше у меня не получится поднять уровень громкости ну следующий раз буду пробовать что-то другое потому что в других совещаниях в других чатах было слышно меня нормально я ожидал что здесь тоже будет хорошо всем привет так ну что ж поближе не получится микрофон от ноутбука если только не сделать немножко другой финт ушами сейчас попробую так меня лучше слышно так насчет записи я к сожалению не смогу сказать сейчас так сейчас слышно плохо да совсем ладно договорились ну как говорится не судьба когда надо будет попробовать на спичках так ну что ж знать бы что изменить настройки трансляции по идее запись должна идти я смотрю вроде все в норме так ну что ж ладно две минуты еще подождем есть это вопросы пишите попробуем начать с малого так это так как дальше да так как как так ну 101 или 8850 или 8816 это на вкус и цвет каждый выбирает себе самостоятельно потому что с одной стороны 101 имеет достаточно много интересных вкусных плюшек в том числе и спектрометр и имеет возможность померять мощность доза но вот на данный момент приходится выбирать либо для поиска 8850 либо для спектра 101 это вот из таких приветствую привет поэтому на данный момент к сожалению разработчики 101 радиокода до сих пор не удосужились делать хотя бы энергокомпенсацию в приборе которая делается легко без этого показания мощности дозы особенно с маленьким кристаллом у которого большой коэффициент зависящий очень сильно зависящий от вылетаемых гамма-квантов потому что он очень хорошо регистрирует малой энергии и при этом очень плохо регистрирует большие высокие энергии мощность дозы которые он показывает в этом можете доза попугаях окажется на этот момент так с 8850 и 8816 чуть чуть получше потому что кристалл чуть больше и поэтому у него нет такого сильного перекоса по мощности доза поэтому те попугаи который показывает fast 8850 особенно он будет чуть чуть лучше на данный момент показывать как будет в дальнейшем ну жизнь покажет у каждого есть свои пожелания и свои интересы как поисковик 8850 очень отличный просто очень хороший 8816 он сравним со 101 по размеру кристалла вот он возможно это еще зависит от конструкции самого корпуса от того чем залит кристаллы или закрыт какую-то утяжку в герметик корпус поэтому на показания прибора на его калибровку может еще влиять и такие неочевидные вещи как его окружение с 8850 я сравнивал приборы которые энергокомпенсированные и они во многих случаях достаточно близко показывают но надо понимать что это все равно все равно показометр без энергокомпенсации потому что если мы возьмем америцей 241 что радиокод что 8850 18816 улетят далеко вверх так ну бывает везде проблемы хорошего прибора бывают тоже свои проблемы я собираюсь об этом тоже сказать показывая те приборы которые у меня есть тема вообще вот этого заседания к тому что мы все любим интересуемся дозиметрией хотим пробовать искать что-то новое но порой не у каждого есть возможность взять тот прибор который ему нравится и мне повезло той или иной степени попробовать разные приборы интересные и сейчас я о них собираюсь рассказать ну 8850 которые у меня есть я не знаю не буду показывать потому что все этот прибор знают кто-то недавидит кто-то любит но по моему разумению он все время со мной вот действительно был создан прибор который находится у тебя в кармане и который вовремя предупредить сразу же это будет наверное на каждый прибор если полностью рассказывать это не хватит и суток поэтому может быть будет еще один когда конкретные какие-то приборы я постараюсь более глобально описать более интересно и так что касается прохода по гамма съемки есть методика который надо придерживаться как бы то ни было как бы мы не хотели но эта методика написано было не из потолка который указано что прежде чем вы выходите в лес прежде чем вы собираетесь что-то измерять искать вы должны понять как вы пойдете куда вы пойдете и где вы собираетесь выполнить измерения иначе на карте у вас получается вместо ровных линии ровно красивых отметок какая-то мешанина треки накладываются телефоны с нашими gps не всегда дружит и поэтому ошибка особенно в лесу может достигать 10-15 метров 23 прохода туда-обратно и у вас на карте будет полная мешанина и вы не можете уже понять эта точка находилась именно в этом же месте или она находилась совершенно в другом давайте мы не будем ругаться чтобы мне не пришлось кого-то блокировать из людей поэтому первый последний раз я прошу как только я буду видеть оскорбление буду этого человека блокировать сразу надеюсь мы договорились и так для начала я собираюсь показать приборы давай возьмем полимастер треки можно писать на телефон на гарми но у них у всех стоит gps gps используется гражданский с погрешностью плюс минус 10 метров когда ты идешь это погрешность может нарастать может падать в лесу через переотражение это все будет еще больше ухудшаться поэтому не гармин не телефон здесь выигрыш не дают увы и так первые приборы которые хочу показать прибор который может быть вас удивит но который на самом деле со мной наверное даже порой чаще чем прибора от кб радар который 850 это прибор который вы все знаете 1603 чем он хорош тем что он не убиваемый чтобы ее я не делал чего бы ни происходило при с прибором можно плавать в море в океане в пруде в луже где бы то ни было мыться в душе и так далее он переживет и он пережил реально все эти испытания поэтому когда мне говорят что вот он медленный вот он противный вот он совершенно никудышный я могу сказать ошибаетесь он медленный но зато он покажет в конце концов до измерит а находясь в местах где мощность даже дозы достигает там 1 5 или 10 микрозиверт в час я буду говорить в этих единицах не микролингены мне так ближе там прибор начинает показывать со временем 1 секунда 2 секунды 3 секунды это максимум которое задержка который может быть с 1208 к сожалению уже не совсем хорошо потому что 1603 калибруется 1603 калибруется а 1208 я видел приборы у своих друзей коллег которые могли совершенно спокойно завысить показания в два раза причем на самых разных уровнях мощности чего мне было очень удивительно прибор покупался фирме казалось бы должен быть нормальный но когда приехали с ним на станцию выяснилось что прибор показывает два раза выше чем нужно я буду поделать столь восемь с этим таких проблем не было кстати этот прибор у меня уже сейчас скажу 13 лет постоянно я его каждый день ношу с собой на работу я надеюсь что запись ведется потому что нигде никаких отметок что вот ведется или нет запись я не нашел надеюсь что она ведется у меня модель а вариант которая наверное последнего поколения потому что предыдущие поколения вот здесь вот где и к индикатор вместо одного полного стоят две точки у старой модели у меня стоит здесь один элемент вместо двух точек между прием передатчиком это более последним более модель если мы говорим про прибор 1621 вот тот самый 1621 у меня модель м а версия по паспорту регистрации ведется действительно 10к но мы можем вспомнить что действительно в это излучение может пробивать когда на других видео показать я сам не скрывал прибор специально не хочу этого делать потому что для меня это рабочий инструмент не игрушка то под крышкой находится пластик который достаточно неплохо должен задерживать бета излучения и при этом не сильно мешать гамме вот здесь находится датчик бета-1 насколько я помню я проверял чувствительность этого прибора на бета-излучение на стронце 90 чувствительность да он реагирует но чтобы сказать что он уходит в какой-то зашкал или вы невероятное значение я не могу буквально на расстоянии дай бог памяти 15 сантиметров от поверхности хорошего излучателя он уже не показывает никаких особых превышений следующий прибор который от а там тех это прибор 1401 к тире 01 б обратим внимание что читается здесь название именно из п по-русски а все остальное латинские буквы вот так полимастер решил выпендриться не знаю зачем данный прибор имеет внутри себя спинтерометрический кристалл и когда были в продаже pda может вспомнить на ладоннике с windows c это прибор мог передать 512 каналов измерений построить спектр на эти 512 каналов как только ушли windows c из обращения то прибор стал фактически по своей сути обычным прибором такими же как с буковкой а на борту да он поисковик он замечательный прибор кстати его чувствительность на самом деле очень и очень высокая когда я был в электростали проезжал мимо небезызвестного центра который находится в электростали загаженные связи с отрицелем он был первым кто засигналил о наличии цезия примерно метров за 300 от этого места причем он чувствовал это уже в машине все остальные приборы начали кричать заметно позднее так что из поисковиков несмотря на свою громоздкость именно вот этот прибор оказался самым чувствительным и действительно он держит свою марку как бы я не говорил как бы не хотелось сказать что он громоздкий неудобный но тем не менее он того стоит следующий прибор тоже из разряда полимастеров это полимастер 1703 гн а если мы говорим про 701 датчик там и меняется виду или каком-то другом приборе 1601 видит бету но расстояние из которого начинает переставать ее чувствовать это расстояние примерно 15 сантиметров а если мы учтем что этот прибор 1621 кстати является прибором индивидуального пользования то есть он носится в кармане на теле человека который не будет своим телом елозить вот специально по поверхности измеряемых предметов или помещениях то говорить о чувствительности его к бете один уже как бы эти излучения уже не приходится в 1401 к находится кристалл связи йод на первых там на самом деле два датчика первые кристалл цези йод если мне память не изменять 5 кубических сантиметров и второй чувствительный детектор это детектор на нейтроны здесь находится детектор с гелием 3 поэтому этот прибор измерять как мощность дозы по гамме кстати к бете он не действительно совершенно тоже проверялась то есть на бета он не реагирует никак абсолютно вот а также он чувствует нейтронное излучение проверить пока особенно не на чем все хочу отвести его и показать померить действительно ли так или нет но я отвозил этот прибор в службу поверки в ростест который подмосковье находится и данный прибор прошел поверку поэтому верить там или нет тут уже делал 10 формально бумажка есть если мы говорим про прибор 1703 у меня в руках версия гн а она интересна тем что данный прибор несет в себе кристалл 4 кубика цези йод и дополнительно 2 кубика ядиды лития обогащенного по изотопу литий-6 так вот этот прибор как и предыдущий 1401 тоже умеет измерять гамму и нейтронное излучение вот причем опять же данный прибор я собираюсь поверить и посмотреть действительно ли он проходит причем не только дать в ростест на поверку а договориться чтобы мне смогли его проверить конкретно на отдельных источниках электронного излучения приборы также полимастером можно носить на куртке на кармане но этот прибор рассчитан в том числе и в режиме на работу в режиме поисков поэтому его можно закрепить при помощи клипсе клипсы на выносную штангу и с этой штангой провести измерение по мощности дозы что удивительно вот этот прибор пока мне не сильно завышал или занижал показания по мощности дозы с разными изотопами и в отличие от 1401 я проверял этот прибор на америце 241 и повышение значение было в разы меньше мощность была не так сильно увеличилась как мощность по показаниям 1401 кстати он тоже не является энергокомпенсированным прибором это тоже энергокомпенсированный прибор но в отличие от 1401 в отличие от 101 радиокода и 8850 данный прибор показывает мощность доза гораздо ближе чем все остальные приборы которые я перед этим назвал поэтому удивительно но факт прибор показывает очень интересно и этим показаниям уже можно доверять значит значит что можно сказать данный прибор я использую как опять же личный да да если мы возьмем паспорт то этот прибор не компенсирован имеется кривая чувствительности этого прибора к разным гамма-излучениям к разным энергиям гамма-излучениям и согласно этой кривой примерно в районе 300 килоэлектронвольт я на память сейчас пытаюсь вспомнить его чувствительность примерно в пять раз выше показания выше по мощности дозы чем она на самом деле а вот ближе к америцию за счет той самой трехканальности 4 это общая мощность мощный счет на самом деле 4 канал не считает мощность дозы он считает только общее число измерений не больше того по факту есть три канала а 4 это просто сумма трех вот так вот за счет того что есть три канала в отличие от приборов которые имеет только один который имеет только счетный режим этот прибор не сильно врет да действительно у 14.01 также есть три канала измерения но положено руку на сердце показания мощности доз я подозреваю очень похоже что они снимаются с интегрального значения вот в отличие от этого прибора как как бы то ни было разница есть хотя алгоритм производитель кристалл практически одни и те же жизнь такова силови так пойдем потихонечку к другим приборам в руках у меня наверно самый-самый известный всем но тем не менее я их тоже покажу это приборы от снип а унис специально я их привожу оба чтобы можно было понять их габариты вот разница с одной стороны мкс-03 са с другой стороны мкс-01 са-1м что можно сказать да запись ведется я надеюсь по крайней мере нигде я запись не останавливал разница есть но для меня несмотря на то что прибор этот больше но то что он предлагает он является более объемным и здесь есть возможность измерять непосредственно импульсы в секунду импульс импульс в минуту извиняюсь можно ввести журнал регистрировать данные для человека который будет заниматься именно в рабочей обстановке которому нужно ввести контроль местности например журнал будет очень и очень полезен и наверное этот назвать прибор можно ближе профессиональным чем прибор который мкс-01 са-1м в м это по сути дела прибор одного действия нажали померили выключили этот прибор позволяет вести измерения практически непрерывно включаем режим поиска вот этот режим и ведем измерение непосредственно в импульсах в минуту да значит как 14-01 так и 17-03 измеряют по паспорту я скажу нейтроны нейтроны от 0,25 электрон вольта то есть от тепловых нейтронов до 14 мегаэлектрон вольт это быстрые нейтроны спектр нейтронов который может идти от реактора он достигает примерно 11-12 мл из тех статей которые я читал и которыми я ознакомился на русском или на английском языке генерация нейтронов выше 18 мегаэлектрон вольт не получается если мы пытаемся сделать так чтобы появились нейтроны более высоких энергий то чаще всего ядра мишени просто разваливаются и нейтроны не генерятся протоны да есть такое мы можем их разогнать в ускорителе и получить энергию хоть до гигаэлектрон вольт с нейтронами такое не происходит как разделить грань между бытовиками и профессиональными приборами скорее всего они будут разделяться по грани используете вы в работе своей профессиональной или не используете какие-то приборы больше к этому подходят какие-то меньше и даже простые приборы могут быть использованы но если вы хотите свои данные использовать где-то где требуется сертификация где требуется лицензия для работы ну например если ваши данные будут использованы в каких-нибудь государственных структурах или же в лабораториях где вы должны предоставить отчеты определенного уровня то прибором профессиональным будет не только прибор который у вас на руках но и который имеет сертификат метрологической поверки как его проводят у нас хорошо или плохо это вопрос тот еще потому что как мне удалось узнать к сожалению к сожалению к сожалению эти приборы поверяются из рук вон плохо по сути дела выполняется одно измерение ну максимум два если прибор широкодиапазонный и на основании того что прибор получил прошел это измерение получились значения которые должны быть от источника ставится штамп или выпускается бумажка где написано прибор пройден ни один прибор я боюсь не проходит всей полноты метрологической поверки которая написана в паспортах например для приборов 1621-1603 от полимастера метрологический паспорт требует поверки на каждом диапазоне причем на каждом диапазоне надо провести 5 измерений в результате у вас на выходе получается 7 диапазонов 5 измерений то есть 35 измерений между которыми минимум должно пройти минута поэтому 35 измерений по минуте каждая задержкой это получается как минимум полчаса уже я я не беру внизу задержка по 5 минут нижней части диапазона то есть каждое измерение одного прибора полное полный цикл может занимать до десяти до пяти до десяти часов в целом поэтому такая вот ситуация в проверочных лабораториях которые есть при серьезных институтах там конечно проходит более серьезную поверку потому что там люди отвечают головой за работу за качество своей работы да у мкс-03 есть такая проблема что трансформатор от тряски вылетает обрываются провода у меня та же самая ситуация была я обращался непосредственно на фирму-производитель не отремонтировали за бесплатно обратно припаяли трансформатор и сказали следующее что в последних версиях этого прибора все их винтики заливаются специально чтобы они не откручивались на месте чтобы со временем они не разбалтывались но к сожалению разбалтываться может не только трансформатор у меня один раз начал разбалтываться крепление датчика но там мне пришлось просто немножко подвинуть лапку и все встало на свои места да rksb-104 может ее получить и можно им пользоваться поэтому с формальной точки зрения если прибор используется на работе для получения результатов в работе да этот прибор будет профессиональным несмотря на всю его неказистость поверка поверка зависит от прибора лучше всего это зайти на сайт например того же рост 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 для сравнения поверка мкс-03 в рост тесте стоит примерно около 6000 рублей российских естественно раз что-то громыхает при тряске мкс-03 нужно обязательно смотреть и подкручивать иначе если оторвется тот же самый трансформатор или повредится датчик ремонт выглядит гораздо более дорогим кстати по поводу мкс-03 вспомнил один момент который бы хотел сказать мкс-03 имеет три модификации мне удалось установить внешне эти приборы ну никак не отличаются друг от друга отличие только буквально в самых мелочах что изменилось по отношению к первой модификации этого прибора у первой модификации экран если я зажгу здесь он горит таким голубоватым белым светом первый прибор был зеленого оттенка экран горел зеленым оттенком у этого прибора нет режима измерения удельной активности потому что там нет режима суммарного накопления и усреднения по большому объему данных да у этих приборов есть усреднение но это усреднение ограниченное в определенном окне специально для измерения удельной активности в прибор добавили в третьей ревизии насколько я понимаю во второй наверное во второй ревизии добавили режим накопления без отбрасывания старых данных и вот с этим прибором можно уже выполнять измерение удельной активности также во второй ревизии добавили возможность установки щелчков сколько раз нужно сколько должно пройти импульсов чтобы прошел один щелчок по умолчанию во первых ревизиях стоит один в десяти там можно только включить или выключить либо звук есть либо звука нет то здесь можно установить либо мы озвучим каждый щелчок либо один из пяти либо один из десяти ну естественно можно выключить чем отличен этот прибор от остальных ну сниповская вся остальная часть да МКС это его озвучка когда прибор мы используем в режиме поиска и мы не можем нормально посмотреть потому что он там укутан в пленку в пакет еще во что-то озвучка показаний которые он получил позволяет нам не доставать его и на расстоянии услышать что в отчасти компенсирует отсутствие например телефона рядом потому что разглядывать маленькие экранчики того же 101 в отсутствие телефона просто нереально а достать его этот телефон когда идет кругом дождь тоже нереальная ситуация и озвучка здесь в этом случае выручает удивительно это факт так перейдем к следующей нашей части марлизонского балета кстати позднее я еще затрону момент касаемо хранения приборов это будет чуть позже и так а пока перейдем к приборам от фирмы термосонтифик которая раньше была известна под именем термоэлектрон и так для начала продемонстрирую прибор который наверное для меня показался наиболее таким универсальным надеюсь видно этот прибор который позволяет измерять альфу бету и гамма да здесь находится счетчик гегера мюллера но в отличие от приборов мкс я специально показываю со всех сторон чтобы было видно не знаю надеюсь насколько хорошо видно непонятно но надеюсь что хорошо у меня таких два прибора один лежит другой вот я использую они отличаются версии прошивки потому что мне хотелось найти прибор который позволяет который можно подключить к телефону но к сожалению даже в этой версии прошивки этого невозможно сделать поэтому по сути дела что этот прибор что другой они по функциям идентичны здесь счетчик не снимается это все герметично сломать практически невозможно здесь только развинтить корпус но чем он мне понравился ну во первых этот прибор измеряет гамма излучения с открытой крышкой с открытым детектором сейчас просто стоит один бампер не больше того вот он сам детектор под сеточкой измерять гамму начиная от 6 килоэлектрон вольт если мы возьмем по паспорту то прибор начинает свои измерения от 17 килоэлектрон вольт все что ниже 17 килоэлектрон вольт он регистрирует но он либо регистрирует просто обычный цпс либо мы можем здесь включить режим измерения входного потока так вот ниже 17 килоэлектрон вольт он не калибруется границу я сказал из паспорта именно в инструкции по эксплуатации к этому прибору написано что калибруется от 17 килоэлектрон вольт гарантированно но со снятым всякими крышечками да написано от 6 килоэлектрон вольт я могу это подтвердить сделав скрина с инструкцией у меня к сожалению инструкция есть в электронном виде бумажную попробую найти где-то лежит вот там это есть от 6 килоэлектрон вольт дело в том что здесь стоит особо тонкая майларовая пленка толщина ее порядка 6 микрон из тех данных побочных которые мне удалось узнать в отличие от слюды на бета-1 бета-2 и бета-5 где она достигает 10-20 микрон разница думаю заметна ну поверка естественно во первых действительно надо еще сказать что если прибор сертифицирован если он находится в госреестре то выполняется поверка если он не в госреестре то поверка не выполняется выполняется калибровка я надеюсь что эти моменты будут различать чем интересен этот прибор этот прибор интересен тем что он позволяет непосредственно измерять удельную поверхностную активность загрязнения если мы знаем какой изотоп перед нами америцы 241 стронций 90 либо цезий 137 и так далее здесь есть таблица изотопа в самом приборе мы выбираем режим измерения беккерелей на квадратный сантиметр и видим непосредственно значение какой у нас является удельная поверхностная активность низкоэнергетичная гамма ну например бета излучения рутения 106 находится в районе 10 тире 20 килоэлектрон вольт всего-навсего а гамма излучения от плутония 239 урана 238 да и многих трансурановых элементов в основном находится внизу это 11-20 килоэлектрон вольт есть конечно изотопы которые еще ниже но в обычной жизни они как-то не особо встречаются минусы этого прибора ну наверное цена цена b20 er это расширенная модификация которая является больше по диапазону измерения то есть он измеряет до 500 тысяч импульсов в секунду что очень удивительно 500 тысяч импульсов в секунду заявлено если мы говорим про модификацию без букв er то там всего лишь навсего в кавычках всего лишь навсего 10 тысяч импульсов в секунду на практике даже находясь в электростале там где порядка 100 микрозиверт в час в урановых рудниках мне не удалось достичь показания на этом приборе выше примерно 12-14 тысяч импульсов в секунду поэтому даже нерасширенная версия практически всегда по сути дела всегда будет рабочая вот чем универсален этот прибор сейчас сразу показываю одну минутку так и так чем они интересны эти приборы для этих приборов B20 идут вот такие переходники они надеваются непосредственно на сам датчик и прибор автоматически переключается в новый режим измерения вот этот вариант измеряют поверхностное повреждение тот самый H006 второй переходничок вторая насадка позволяет измерить ту самую мощность дозы которой мы все говорим микрозивертах в час H10 то есть на глубине 10 миллиметров от поверхности тела и наши все приборы все которые показывают микрозивертах в час откалиброваны именно в мощность дозы микрозивертах в час дозу которую мы поглощаем так вот как изменить работу этого прибора мы просто берем надеваем этот переходник на прибор и вуаля прибор уже показывает мощность дозы я снимаю и прибор тут же переходит в импульсы в секунду в отличие от модели без букв ER в расширенном приборе используется тот же алгоритм измерения счета как используется у полимастера это режим называемый time to life когда прибор измеряет не импульсы просто какие они есть а измеряет время между появлениями отдельных импульсов и тогда мертвое время уже не играет такую особую роль потому что рано или поздно мертвое время заканчивается и прибор набирает снова потенциал и снова может сработать и мы можем снова замерить значение конечно самом верху уже увеличивается погрешность но это позволяет расширить как мы видим на один два порядка диапазон измерения датчика у него нет измерения 0,63 0,63 импульса в секунду то есть если говорим импульсы в минуту то это примерно 40 импульсов в минуту следники все достаточно медленно и достаточно медленно считают сзади сзади горы я так понимаю это алтарь у b20 даю b20er площадь датчика составляет 20 квадратных сантиметров причем открытая поверхность примерно 80 процентов что примерно в два раза меньше чем у мкс-03 но мкс-03 решетка менее ячеистая поэтому показания становятся не в два раза меньше b20 по сравнению с мкс а несколько меньше это соотношение так переходим к другому прибору который наверное самый будет бесполезным нашей жизни от фирмы радай это прибор который называется радай этот прибор сугубо для измерения нейтронного излучения поэтому в обычной практике этот прибор я покажу специально поближе считайте что он бесполезен найти где-то урановые руды или ториевые руды и ходить измерять ну наверно там он что-то покажет в жизни что бы я ни делал но здесь находится датчик с гелием 3 да да действительно форма прибора является очень необычной эта форма одинаковая для практически всех приборов радай даже b20 по сути дела мы видим ту же самую форму корпуса только единственное есть нашлепка для датчика гегера мюллера и соответственно практически все аксессуары совместимы друг с другом спонтанно нейтроны он детектирует поэтому космические нейтроны да он показывает так же как эти космические нейтроны показывает и 1703 и 1401 для любой датчик который содержит детектор нейтронов но заставить его показать хотя бы один импульс в секунду это надо постараться единственный раз когда он у меня показал там 3-4 импульса в секунду это когда я был в лесу в районе электростали где есть шатровые склады вернее они были там и один раз он там чуть-чуть показал повышение и все после этого снова продолжает молчать так что в жизни он никак нам не поможет только если будет какой-то ядерный удар наверно еще один прибор который я покажу это прибор уже построен на сцентиляторе здесь находится четыре кубика цезий йод это прибор прд эр а извиняюсь не цезий йод здесь находится 4 кубика натрий йода и чем он меня удивил этот прибор это прибор во-первых энергокомпенсированный несмотря на то что он находит имеется здесь кристалл он энергокомпенсированный за счет измерения энергий он не показывает спектр он не позволяет увидеть и вот что именно прилетело но этот прибор может сообщить о том что перед нами низкая энергетичная гамма высокая энергетичная гамма либо это какие-то просто повышение мощности ну например очень много гранита то есть это позволяет нам понять с чем мы имеем дело если имеем ввиду имеем дело с низкой энергетичной гаммы то скорее всего это какие-то искусственные изотопы если он показывает medium energy то есть повышение в общем то скорее всего это изотопы которые чаще встречаются в природе высокоэнергетическое если он покажет high energy то это кобальт 60 и те которые находятся там же и дают те же пики в районе 700 кФ и выше вот мы видим сейчас здесь 21 22 импульса в секунду прибор интересен тем что имея на борту один всего лишь кристалл он позволяет измерить мощность дозы до дай бог памяти 100 миллизивирт в час до 10 миллизивирт в час он этот прибор измеряет цпс до 1 миллион цпс мы обычно привыкли слышать приборы на том же санцезе йода 10 тысяч импульсов в секунду там 30 тысяч импульсов в секунду на натрий йода мы слышали 100 тысяч импульсов в секунду вот в этом приборе по паспорту заявлено один миллион импульсов в секунду модель которая без буквы без букв ER просто PRD такая модель тоже существует но в ней ограничения то по-моему до 100 тысяч импульсов в секунду не буду брать но чуть ли не на порядок изменения прибор достаточно хорошо реагирует позволяет увидеть в какую перекос в какую сторону перекос энергии и увидеть мощность дозы то есть если я переключу его в режим измерения мощности дозы то здесь будет показана реальная мощность дозы вот например сейчас показание 4 сотых микрозивирта в час сразу скажу что все эти приборы являются откалиброванными именно по поглощенной дозе та самая которая обозначается буквой H с точкой буквой H обозначается сама доза H с точкой то есть производная обозначается мощность доза которая поглощает человек относительно которой выполняется и расчет вреда для человека вот надо понимать что приборы которые откалиброваны в рентгенах в час ну или микрорентгенах в час на самом деле они калиброваны по экспозиционной дозе и то что мы знаем 100 микрорентген в час и 1 микрозивирт в час это одинаковы по сути дела это не так если мы начнем излучать строго в каком-то конкретном энергетическом диапазоне в узком например мы возьмем 50кф 100кф 200кф 500кф 600кф 700кф то не во всех этих точках пересчет будет 1 к 100 если мы возьмем диапазон примерно от 200 до 400кф то мощность экспозиционная мощность дозы для человека и мощность дозы которая измеряется в рентгенах они немного отличаются но для нас это все по сути тело едино потому что мы не работаем с одними линиями не работаем с одними какими-то конкретными изотоками чаще больше даже поэтому для пущевазности и для погрешности плюс-минус 20 процентов которые приборы обычно имеют это неточность в переходе одного к другому можно сказать не играть никакой роли так и сейчас покажу новый прибор который буквально я получил вчера на руки это прибор спектрометрического класса как мы видим на руках тот же самый тамагочи но это прибор уже спектрометр причем спектрометр непростой здесь в этом приборе находится кристалл си эль вай си то есть прибор этот кристалл клик я выше называю мне так проще произнести он содержит литий позволяет измерять нейтроны поэтому этот прибор не только кристаллом измеряет гамма излучение и измеряет в том числе нейтронное излучение поэтому фактически два в одном плюс этот прибор спектрометрический и он действительно позволяет не только снять спектр но и позволяет еще и посмотреть что происходит а с его разрешением на 662 кэв в районе 4 4,4 процента а на 60 кэв в районе 6-7 процентов это очень очень неплохо вот это позволяет нам иметь прибор все в одном вот чем прибор какой прибор взять все в одном практически если мы возьмем прибор вот такой и прибор вот этот то по сути дела мы закроем все свои нужды и возможности да это дорого да это баснословно дорого если покупать новым но закрыть можно вот кстати я его уже успел проверить на чувствительности к бета-излучению вплотную этот прибор регистрирует бета-излучение если я его поднесу к задней крышке где находится датчик он находится вот в центре здесь находится крестик попробую показать поближе вот на свету видно крестик тогда да он начинает регистрировать но очень слабо буквально на расстоянии 10 сантиметров если не подносить ближе 10-20 сантиметров можно считать что бета-излучение он не чувствует поэтому показания его можно считать что это показания чисто не трону а чисто гамма-излучения только его так сейчас покажу еще один прибор еще точнее два прибора которые у меня есть о которых еще не рассказал так покажу потом еще два это два прибора от КБ Радар не сочтитесь за рекламу но мне действительно эти приборы нравятся это в этом приборе находится 8 кубиков цезий йод в этом приборе находится 5 кубиков стронций йода работал я как с одним так и с другим что можно сказать подключаются они к телефону от всех предыдущих с которым я вам показывал а это приборы автономные приборы вот эти это спектрометры но работает либо с компьютером либо с ноутбуком планшетом либо с телефоном они не самостоятельно устройство и очень надеюсь что КБ Радар изготовит такие приборы которые будут содержать в себе спектрометрическую часть и быть автономными очень на это надеюсь чем они хороши плохие но они хороши тем что они маленькие то есть их можно бросить в любой карман куртки пиджака в кармашек рюкзака и спокойно работать в поле вот я с этими приборами проводил измерения в самых разных местах и могу сказать что каждый имеет свои плюсы и свои минусы все таки цезий йод с его семью процентными разрешения на линии цезий йод на 662 кэва увы не позволяет нам разглядеть некоторые изотопы я был несколько удивлен когда пытался собрать спектр в шатровых складах и на спектре у меня не появилось никаких конкретных линий но надо понимать что там очень много камптона потому что все это перемешано вся земля перемешана с изотопами там весь спектр уранового ряда начиная с урана 2028 кончая свинцом 210 все все полностью что-то можно найти плюс огромное количество камптона и из-за разрешения 7 процентов этот прибор эти пики смазывает плюс его этот прибор имеет ограничение так как он работает с как аудиокарта поэтому максимальный предел измерения импульсов в секунду 1000 импульсов в секунду при домашнем там обычном 15 импульсов в секунду мы имеем всего-навсего ну полтора порядка измерения для небольших измерений для источников которые не очень активны прибор совершенно спокойно подходит или измерение на расстоянии такое тоже возможно гамма ослабевает обратно пропорциональный квадрат если мы говорим про точный источник и обратно расстояние если мы говорим про линейно протяженный источник то вот отличие от цези йод к тронци йод как говорится сумел отбразить линии те самые которые я очень искал безуспешно искал цези йодом найти линии и ради 226 и всех его дочек в той самой мешанине комптона в той самой гуще чего только можно чего только нельзя в тех самых шатровых складах поэтому разрешение разрешение играет огромнейшую роль в этих приборах как видите 7 1 и 3 дает совершенно разную картину 1 мы можем не увидеть какие-то линии особенно если они равномерно распределены по всему диапазону и 3 когда мы можем разглядеть не только отдельные линии но даже увидеть линии стоящие близко друг к другу например известные линии актиния 911 и 968 кф называется must have поэтому я и искал прибор почему я находил дорогие вот перед этим я показал прибор который спрдгн от фирмы термосаентифик хочу проверить его тоже в электростале сможет ли он разглядеть эти изотопы получил уже конкретный ряд от одного до другого насколько разрешение приборов влияет на определение тех или иных изотопов при этом если мы берем один конкретный изотоп то мы сможем увидеть его гарантированно вот а имея неизвестно что перед собой потому что может быть перед вами быть не просто один ряд это может быть едва ряд вдруг там и урановый ряд и торевый ряд и тогда линии сливаются один с другим еще плюс комптон то это совсем не то и нужен совершенно другой прибор который бы все это излечил может быть даже на чистом германии которая high purity гименом еще один прибор который я обмену и будет еще один к этому прибор который мне казался очень и очень интересным прибор от фирмы флир ранее этот прибор находился производился под маркой ICX прибор мы назвали identifier identifier то есть прибор и определяет и находит в отличие от других приборов этот прибор кстати тоже умеет и гамму и нейтроны измерять здесь гамму измеряет то что находится вверху здесь находится кристалл 20 кубических сантиметров лантана бром 3 с разрешением три с половиной кэла три с половиной процента на линии 662 кэф 20 кубиков и плюс достаточно большой датчик находящийся вот с этой стороны датчик нейтронов который тоже базируется на гелей третьим в отличие вот можно сказать следующее попробовав этот прибор понимаешь зачем люди гонятся за большими кристаллами он определяет чувствует появление изотопов очень и очень быстро если мы сравним вот эти два прибора пять кубиков на 1401 вот этот прибор полимастер 20 кубиков здесь то прибор здесь начинает чувствовать даже самые маленькие колебания когда я был в местах где есть загрязнение цези буквально самую-самую малость вот этот прибор начинал трезвонить даже с небольшим превышением когда все остальные приборы молчат этот прибор при этом начинал показывать когда сигнал чуть больше поднимался что этот прибор может ну помимо поиска поискового режима этот прибор вот сейчас настраивается определяет что у него находится вокруг и перейдет к измерениям все теперь поднесение любого изотопа ну например вот так начинать сразу регистрировать видим побежали пики данный прибор умеет измерять спектры набирать спектры измерять мощность дозы до 100 миллисиверт в час здесь для того чтобы измерить такие большие дозы такие мощности доз стоит еще дополнительный датчик по-моему он является датчиком егера мюблеров по паспорту так и измерять мощность дозы до 100 миллисиверт в час так вот этот прибор позволяет измерять спектры строить их находить сразу изотопы в этом приборе и что очень радует имея на руках прибор имея на руках какой-нибудь образец неизвестный ранее и неизвестно ранее именно этому прибору этот образец можно записать как источник для последующих поисков то есть вы можете набирать в этом приборе новый и новый изотопы самостоятельно причем он регистрирует не просто отдельные линии а регистрирует общую структуру изотопа изначально в этом приборе нет изотопа нет спектра изотопа лютеция 176 но я как раз воспользовался этой функцией этот спектр сюда прописал прибор тяжелый вес его примерно 1,3 кг вот такая вот кувалда которую в руках особо не потаскаешь но отыскивать им что бы то ни было и находить даже небольшие изменения мил дела и еще один прибор который я покажу это прибор который делают тоже белорусы прибор мкг от 1321 этот прибор тоже спектрометр в отличие от предыдущего у него внутри него находятся два датчика первый датчик это 20 кубиков натрий йода с разрешением 6,5% на линии 662 кэва и датчик гегера мюллера который позволяет измерять мощные дозы вплоть до 10 зверт в час поэтому этот прибор имеет очень большой диапазон измерения что могу сказать по этому прибору прибор тоже увесистый вес этого прибора примерно один килограмм чуть меньше одного килограмма весов у меня нет я называю паспортные данные по-моему грамм 900 у него веса и носить его приходится именно на плече потому что в руке вот так вот носить неудобно берется ремень надевается на плечо или через плечо и прибор просто висит на боку как только возникают какие-то сигналы вот то прибор начинает сразу выдавать а если мы превышаем измерение вот мы видим сейчас пошел красный пик это отклонение от измеренного фонового значения а если мы превышаем пороговое значение он начинает автоматически измерять спектр набирать спектр и пытается определить изотоп который на борту которым он столкнулся да разрешение шесть с половиной процентов это разрешение три с половиной процента и там где FLIR определяет изотопы за тридцать сорок секунд даже с небольшим уровень мощности дозы то этому прибору порой для измерения нужно минуты а то и сравнимо с десятками минут к сожалению но это так может быть явно что здесь дело идет к разрешению потому что без него без хорошего разрешения быстро вы ничего не определите прибор этот для меня оказался с одной стороны я рад что прибор можно поверить у нас то есть получить сертификат иметь все необходимые бумажки identifier таких бумажек нам не позволяет предоставить потому что в россии он не занесен госвеестр российской федерации вот но прибор полимастер оказался очень и очень неоднозначным потому что во-первых удивительно для такого прибора с таким хорошим большим кристаллом задержка в несколько секунд в пять секунд в шесть секунд для перехода от режима накопленного измерения к новому значению для моего это не допустим но нет здесь такого на поверхности режима поискового здесь нужно переходить внутрь по меню включать режим отображения счета счетного канала на три йод и тогда уже можно быстро говорить о том какой счет у нас как меняется показания прибора быстро но это неудобно ни один из приборов не требует вот таких действий и надо понимать помнить об этом второй минус этого прибора работает он всего-навсего 8 часов от одного комплекта батарей после чего его приходится обесточивать вытаскивать те самые батареи ставить новый комплект здесь это аккумуляторы но вытащив батарейки вытащив аккумуляторы прибор теряет свои часы да накопленный спектр сохраняется все спектры которые он зарегистрировал запоминается автоматически и не потеряются при потере питания но восстановление часов это не ввести час минуты день месяц и год здесь почему-то производители решили выпидриться и добавить они видите ли вы нам еще и день недели самостоятельно чего ни один современный прибор уже не делает уже не знаю сколько лет я не знаю зачем или почему мы так сделали какая-то допотопность увы так ну приборы которые есть у меня я показал немного продемонстрирую то с чем я в чем я их хранил сам прибор мкг 1321 имеет свой собственный чехол в котором все время хранится поэтому дополнительные не учат придумать не нужно для приборов от что с ней а униз на просторах интернета я нашел вот таких два хороших чехольчика удивительно но мкс 01 с 01 с 1 м ну или без м легко помещается вот в этот чехольчик маленький кстати в этот же чехольчик просто идеально входят спектрометры полимастера что один что другой прибор и кабель к нему и позволяет хранить вот идеально имея на борту вот такую мягкую вставку даже если уроните вы не разобьете мкс мкс 03 са можно хранить в более объемном футляре тоже я не знаю такое ощущение что то ли футляр делали прибор то ли прибор делали под футляр но входит идеально очень советую к покупке стоят они недорого тока я нашел вариант вот с такой вот наклеенной биркой в интернете особенно на алиэкспресс встречается вариант как вот такого тока достаточно хороший крепкий со всех сторон так и вариант без этой наклейки и визуально он будет более хлипким не попадитесь на вариант я покупал это из чехлы заказывал из Великобритании прав я или нет но все которые пришли они шикарные имеют даже возможность иметь вставку для защиты от влаги некую водонепроницаемость прибор я не купал они не плавали в воде но в дождливую погоду сохранить очень хорошо для 1401 я нашел вот такой вот чехол для прибора ESP RM1401K в него прибор входит очень-очень хорошо буквально по его размеру вот можно увидеть а под ним лежат датчик поносной который крепится на руку и браслет поэтому здесь тоже мягкие вставки повредить даже уроник этот прибор невозможно закрывается на молнию и совершенно спокойно хранится вот так для прибора который от FLIR у него есть свой собственный родной чехол в нем лучше всего и хранить потому что он крепится на пояс и прибор из него легко достается легко убирается защелкнули и он спокойно может перенесем куда угодно да он не водонепроницаемый но это родной чехол он реально мягкий если мы говорим про чехлы для радай мне довелось приобрести три родных чехла к этим приборам для B20 идет чехол вот такой мягкий удобный вроде бы внизу внутри мягкая вставка но я не устаю ругать разработчик в кавычках из фирмы Thermo Scientific которые придумали этот чехол я не понимаю для чего для прибора который является прибором для измерения поверхностной активности и поверхностного загрязнения в котором сам датчик может быть испачкан и бампер может быть испачкан делать внутренний мягкий чехол который легко все радиоактивную пыль на себя переносит я не понимаю вот честно кстати говоря продукция радай по некоторым моментам достаточно нетривиальная и их отношение к покупателю такое вы купили прибор вы им пользуетесь хотите что-то новенькое покупайте новый прибор никаких изменений доработок и так далее с одной стороны это для нас кажется странным потому что мы привыкли что выпустили новый прибор новые прошивки к нему выходят вот тот самый радиокод к нему выпущено уже не знаю сколько десятки если не сотни уже прошивок я утерирую гиперболизирую но тем не менее это так то в профессиональной среде не принято прошивки так просто менять если возникает такая необходимость она возникает крайне редко потому что прибор выходит уже готовым да с какими-то изъянами но ты понимаешь как с ними работать ты не думаешь а что же ты поймаешь в момент когда у тебя вдруг появилась новая прошивка что новое открылось какие тайны теперь придется открывать заново работы с новым это недопустимо в работе прибор должен быть в руке нужно знать от и до от сих до сих да я как он работает чтобы не заглядывая ни в какие меню ни в какие инструкции работать с ним вот второй чехол который я хочу показать это чехол который идет для всех остальных приборов которые у меня есть для тех самых домогучих прибор имеет сразу разрез для того чтобы можно было квитировать не вытаскивать этот прибор из чехла и возможность посмотреть есть ли срабатывание превышений при этом также он носится на поясе есть клипса которые невозможно сорвать с ремня вот я могу так показать вот она сделана очень интересно очень хорошо прибор здесь крепится настолько плотно что так просто даже перебернув его вертормашки он не выпадет его приходится доставать а резиновый бампер вокруг всех приборов вот радай позволяет еще и сничать удары ну и как дополнительный сдерживающий элемент второй чехол который я хотел попробовать это вот такой пластиковый чехол который вешается на пояс не на пояс на плечо прошу прощения то есть вот он есть ремень и есть клипс тоже могу попенять производителя потому что я не знаю зачем они придумали вот такую вот вставку они приклеили элемент который позволяет держать ремень и ремень если потянуть немного это степенно будет отслаиваться и можно в любой момент потерять прибор особенно если помимо этого прибора на плече висит что-то еще мне честно говоря не понравилось да я в самом начале говорил про чехол для этого прибора чехол тоже сделан ну так постольку поскольку потому что крепится прибор внутрь вот через эти вставки через эту крышку здесь прибор вынимается но липучки которые находятся вот здесь вот пока вот они они очень маленькие и когда начинаешь нести этот килограммовый прибор за ручки находящиеся возле этих липучек все это спонтанно начало открываться особенно если идти это не по ровному полу не по асфальту а по пересеченной месте где приходится подняться наверх спрыгнуть вниз это быстро открывается так к чему еще можно перейти так затрону момент касаемо работы в поле все мы любим не только сидеть дома но и ходить в походы измерять то что мы видим вокруг посмотреть залезть в любую дыру в любую щель засунуть прибор желательно конечно не вместе с собой а отдельно и для этого мы все используем разные штанги разные выносные элементы кто-то придумывает мастерить свое вплоть до использования любой коряги которая есть под рукой которую всегда можно найти в лесу или даже спускание прибора на веревке из своих богатств с чем мне удалось поработать в качестве casual когда можно носить небольшие легкие приборы не только легкие это вот такая вот система как вы видите это обычно селфи палка но чем она хороша во первых она раздвигается на достаточно большую длину здесь есть полный размах порядка 70 сантиметров и когда я держу ее полностью раскрытой в руке вот так вот зажимаю рукой то при моем росте при полностью раздвинутом положении расстояние от повернутого на 90 градусов держателя до земли примерно 10 сантиметров те самые 10 сантиметров о которых говорится во всех методиках измерения когда мы идем и ищем больше или меньше где мощность дозы плюс мне здесь понравился сам держатель он подпружиненный а расположение вдоль вот это вот попробую показать так позволяет очень легко и удобно в чехле поместить AtomFast то есть вот этот селфи палка для AtomFast просто идеальная находка во-первых пластик и дужки защищают AtomFast от ударов со стороны а кристалл оказывается вот в этом месте в результате сама палка не мешает измерять но потерять я просто их притягиваю сам прибор обычными резинками которые используются бухгалтерами в обычном деле плюс прибор я запаковываю в чехол сюда он садится просто влитую вместе с чехлом и никуда не может улететь советую к применению дальше перейдем к еще одной доработке сейчас отодвинусь немножко назад перед вами манфротовский держатель манфротовская аля монопод селфи палка потому что здесь есть крепление как возможность закрепить обычную штативную головку для монопода так и с другой стороны закрепить головку штативную голову здесь но я вместо стативной головы здесь переходничка идет от гоупро я нашел другую селфи палку который открутил этот держатель и сам держатель вот это чисто гоупрошный но опять же форма и размеры как раз под атомфаст кстати говоря благодаря тому что это все раздвигается сюда можно поставить по ширине прибор МКС-03СА вот как раз первые мои измерения были при помощи вот такой вот селфи палки с МКС-03СА как мы видим держатели по сути дела одни и те же только один более массивный другой менее массивный тоже советую крепится опять же чтобы не улетел прибор никуда обычными резинками за нижнюю часть между датчиком и батарейным отсеком я обычно открываю заднюю крышку и позволяю искать позволяю себе искать именно импульсы в секунду импульсы в минуту то есть что-то где-то находится вот длина вот это вот монопода это монопод дешевый он примерно метр сорок размер его позволяет убрать в обычный рюкзак хотите сбоку приделайте хотите уберите в сам рюкзак компактно и удобно размер этот примерно около сорока сантиметров тридцать семь там сорок дальше есть вот такой родной держатель для приборов серия 1401 для прибора 1703 идет другой крепеж по сути дела здесь уже не будет вот этого вот адаптера который используется для соединения здесь на конце штанги есть возможность подключения датчика который надевается на руку и второй конец подключается к прибору могу продемонстрировать сейчас берем прибор так вот в таком положении прибор крепится сюда устанавливается датчик приходник вот мы видим сюда устанавливается датчик который крепится на руку и раскрывая штангу примерно до метр двадцать метр тридцать можем выполнить измерения честно говоря с большим с большим вероятностью эту дорогущую штангу если новую покупать можно заменить обычным селфи устройством с обычной селфи палкой да там не будет вот этого вот переходничка но можно сделать самому удлинитель проводок примотать к этой селфи палке и подключить датчик без проблем абсолютно вот и напоследок я оставил держатели для радай у меня они тоже есть ну точнее я покупал вот эту вот штангу на ней находился вот этот вот адаптер который я уже скрутил можно увидеть почему мне не понравилось почему я решил заменить я предполагал что производители крупный производитель немецкий кстати thermoscientific на самом деле немецкая фирма они сделают все таки хоть что-то стоящее но вот эту вот весом в килограмм весом килограмм наверх и увесистым набалдашником сверху для удержания прибора весом в 300 грамм максимум я считаю большим-большим перебором алюминиевая штукенция буквально за 2-3 часа руки отваливаются при попытке держать его полностью раскрыт да он позволяет раскрыть на метр сорок вот она штанга но углепластик честно говоря рулит поэтому я купил китайский более короткий углепластиковый монопод с возможностью крепления его так же как и у селфи палки и раз и он раскрывается даже больше при этом вес его гораздо меньше длина этого примерно метр пятьдесят не больше так что не всегда то что является дорогим брендовым является хорошим пожалуйста один из примеров такого что еще могу сказать затрону немного вопрос самих источников которых источник у меня есть немножко слабых источников первое это это обычная торевая сеточка все свои источники я вот хранил в коробочках не открывая их потому что для калибровки мне это достаточно а повредить то что находится внутри не получится второй источник который я тоже использую это источник как нам известны хис 07 опять же я не стал его разбирать не хочу это делать не советую другим для меня достаточно того что пробивается через эту крышку для калибровки для проверки своих приборов мне этого хватает за глаза и для радай я с барского плеча расщедрился и раздобыл вот такие два контрольных источника но этот контрольный источник используется для проверки b20 вот этот контрольный источник используется для проверки всех остальных приборов ну кроме конечно прибора измеряющего нейтроны тот который внешне ничем не примечательны их активность крайне мала буквально всего-навсего несколько микроентген в час если так вот говорить там не больше 0,1 микродиверта в час от этих источников но тут находится лютец и 176 с огромным периодом полураспадов и это позволяет не заботиться о замене источников от примет времени так еще один источник который обычно вы наверное видели только на фотографии это полутора килограммовая глыба тот та самая глыба даже не прочитать там калий хлористый галурический то самое удобрение полтора килограмма веса которое идет в комплекте с мкг от 1325 вот вот такая вот коробочка тяжеленная гораздо тяжелее чем сам прибор да и больше немного больше по размерам сейчас для сравнения покажу вот он сам прибор и как говорится один в один практически чуть больше размеров но за счет малой активности вот этого вот удобрения прибор проверяет себя ну порядка двух минут трех минут может занимать несмотря на опять же тот самый двух 20 кубический 20 кубических сантиметров кристалл натрииода так в целом я рассказал по всем приборам которые у меня есть я не стал затрагивать какие-то больше какие-то меньше не стал рассказывать досконально работу с каждым из этих приборов это все можно будет потом еще раз организовать если что-то заинтересует если есть какие-то вопросы по тем приборам что вы увидели может быть я что-то неудачно показал или неудачно рассказал жду ваших вопросов сейчас посмотрим ну раз вопросов нет я смотрю сейчас соотношение между частицами бета и гамма не один к одному имеется какой датчик какой прибор я к сожалению не сразу смог ответить бета-гамма один к одному бета один но вообще датчики гегера мюллера имеют совершенно разную чувствительность к излучению если мы берем бета или альфа излучение то в зависимости от источника этого излучения то в зависимости от источника этого излучения то есть это все Он достаточно сильно варьируется, но в основном это от десятков процентов. Например, для струнца и йода многие датчики имеют примерно 60% чувствительности, не менее 60% чувствительности к струнце и йоду. Стронце 90 и струнце 90. То если мы возьмем бета-излучение, например, того же углерода 14 или даже 3, то чувствительность становится гораздо меньше. Это надо понимать, что уже меньшее количество бета-излучения будет проникать в сам датчик. А вот для гаммы обычно это в районе 1 где-то процента. Поэтому струнце 90 или цезий 137 мы начнем сравнивать по чувствительности. Струнце 90 практически 1 в 1 будет ловить, что прилетело, то и зарегистрировалось. А цезий и йод будет регистрироваться примерно 1 к 100. Кстати, и в зависимости от энергии тоже есть чувствительности. Потому что для сентилятора очень хорошо ловится именно энергии, малой величины энергии. Потому что в этом случае очень велика вероятность полного поглощения проникшего в датчик излучения. Чем выше проникающая энергия гамма-квантов, если мы возьмем, например, тот же кобальт-60, то уже гораздо меньше этого гамма-излучения становится полностью в кристалле. А чаще всего частично будет поглощение. Из этого мы видим огромное поле камптона от кобальта-60 на малых особенно кристаллах. И видим не такие уж большие пики того самого кобальта-60, фотопики. Ну, я так понимаю, вопросов больше нет. Все, наверное, уже устали полтора часа смотреть. О, нейтроны. То, что вы сейчас услышали, это был сигнал регистрации нейтронов. Не гамма-излучение. Это сработал 1401К. Просигналил двойным сигналом. Это вот насчет вопроса, регистрируются ли спонтанные нейтроны. Да, регистрируются. Вот он, есть пример. Хотя сижу в здании, за стенами, но даже за стенами нейтроны проникают. Так, ну что ж. Раз вопросов нет, тогда трансляцию я сворачиваю. Пора уже всем отдохнуть. Если кому-то захочется каких-то более конкретных вопросов, ну, welcome в Telegram чаты. Там я скорее смогу ответить на какой-то вопрос. Чем мы общались, где-либо еще? Здесь проще показать вживую, потому что некоторые вопросы задают, а на словах объясняй, не объясняй, а трудно пояснить, а с чем мы имеем дело. И вопросы задают снова, снова и снова. Ну, а самый лучший прибор, это прибор, который есть у вас. Неважно, он дорогой, дешевый, простой, сложный. Лучше всего хоть какой-то прибор, чем иметь никакого. Но надо понимать, что с вами прибор. Показать стронцый йод. Так, ну попробую. В самом чате я этого сообщения не вижу по поводу стронцый йода. В чате ютуба. Итак, небольшую демонстрацию я проведу. Демонстрация будет с использованием телефона. Так. Итак, что мы имеем на борту? Имеем чехол с сеточкой, где есть весь ряд Турия 232-го. Мы имеем прибор стронцый йод, 5 кубиков с разрешением примерно 3,11% на линии 662-го. И имеем телефон. Так. Берем одно, берем другое и подключаем. Как говорится, вот есть одно, другое. Появляется сообщение. Запускаем атом спектра. Итак, проходит немного времени и можно увидеть, что прибор начал снимать данные. Теперь я покажу чуть позже, что я получу. Я беру источник, прислоняю его к прибору и запускаю измерение. Сейчас я немножко изменю масштаб, чтобы видеть, что мы имеем вживую. Вот так вот. Ну вот мы видим, набирается спектр. Более мягко. Спасибо. Вот мы видим, пики уже ползут. Так как у нас здесь всего-навсего маленькая торевая сеточка, да еще находящаяся в корпусе. Поэтому число импульсов за секунду мы видим, цпс не такое уж и высокое. Но мне больше его не нужно для калибровки. Потому что даже сейчас мы видим уже рост этих пиков. И даже видим двойной пик в начале спектра, который позволяет нам разглядеть этот прибор. Сейчас я переключу в режим логарифмического выпада, чтобы эти линии были более заметны. точно так же можно сделать сбор данных при помощи ноутбука, компьютера. Вот, пожалуйста, пики, которые есть здесь. Я делал набор более длительный с помощью именно этого прибора. Сейчас я его выведу. Вот я остановил сейчас запись. Как мы видим, измерения продолжаются, но они просто не учитываются в конечном спектре. И сейчас я загружу один из спектров, который был ранее создан. Вот один из спектров, который был ранее набран. так что прибор. Кстати, вот для сравнения сейчас я покажу снятые там в шатрах, в шатровых складах спектр. Цезий йод. Кстати, сейчас вот можно увидеть счет был 14 тысяч импульсов в секунду во время измерения набора этого спектра. Nano 8 в этих шатровых складах показало очень малое количество линий. То есть, то, что находится в левой части, мы видим отдельные пики, подъемы и провалы, падены на кристалле с разрешением 3,2 процента. 3,1 процента. 3,2 это как бы по паспорту. В реальность здесь 3,1 получился. Цезий йод с 7 процентами разрешения в левой части показал всего лишь навсего невнятную бугор. Это вот действие камптона, мощного камптона. Так вот, даже при наличии этого камптона цезий йод позволяет увидеть отдельные пики. Сейчас я попробую найти. По-моему, у меня был спектр загруженный при помощи цезий йод восьми кубиков. Сейчас попробую его найти. так, так, так. Так, так, так. нет, похоже, у меня сейчас этого с собой нет. это немножко не то. Ладно, я боюсь, я не смогу сейчас найти этот спектр. в общем-то, мне приходилось отходить в сторону и измерять на расстояние, потому что была перегрузка сначала по каналам, я отошел там, где цпс был меньше тысячи. И на этом расстоянии я пытался снять спектр. спектр получился невнятно. Вот. Поэтому разрешение наше все. Хотите увидеть досконально, милости просим. Нужно понимать, что это при этом еще и дорогое удовольствие знать все. Как и все в нашем мире, кстати. чем больше мы хотим знать, тем больше цен мы за это платим. Я так понял, вопросов больше нет. Я надеюсь, что все было меня слышно нормально, что было внятно вам рассказано, что было все понятно, что я рассказывал. не знаю, было интересно. Стоит ли что-нибудь об этом рассказывать дальше, или же это будет просто как единичное видео. Хотелось бы знать ваше мнение. ваше мнение. Ладно. Ладно. Тогда ладно. всем спасибо за то, что не бросили в этом пути. и до свидания. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...